МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Подарок новому году. Строительство детского сада в Киселевичах на финишной прямой. Проведенная общестроительная работа. Сколько детей отправятся в сказку? Хмельной улов. У местного жителя изъяли 500 литров спирта. Будет привлечен к административной ответственности. На какую сумму потянул алкогольный клад? И снова дома. Динамошинник вернулся на Бобруйск-арену. Очень ждут поддержки на трибунах. С кем предстоит сразиться бобрам? А также белорусская прививка, туристический фаворит и стабильный подъем. ВВП Беларуси вырос за 11 месяцев. Какие показатели на высоком уровне? Итоги уходящего четверга подводят наши корреспонденты и я, Юлия Евтушенко. Александр Лукашенко провел совещание по вопросам регулирования ценообразования и контроля за ценами. Тема на постоянном контроле главы государства. Жесткая задача по выработке мер регулирования в непростых экономических условиях поставлена перед правительством еще осенью прошлого года. Чтобы сдержать инфляцию, сначала разработали пакет документов, цель которого не столько замораживать и сдерживать цены, сколько регулирование, чтобы не было необоснованного повышения. Цель одна, о чем я предупреждал правительством. Никакие производители, бизнесмены и прочие люди, и торговые, и прочие, кто занимается услугами, не должны бегать. В март министерство или в правительство. Они не должны туда бегать, согласовывать цены. С 1 января должна быть четкая, понятная система. Вот у вас 3% в год прирост по каким-то группам товаров или в целом. И все. В первом квартале процент, в втором процент, в третьем, а в четвертом дефляция 0,1, десятая. И люди будут понимать, как им выстраивать ценообразование. Отдельно остановились на высокой стоимости отечественных овощей. Речь о погурцах и помидорах. Еще весной глава государства поручал решить проблему с выращиванием плода овощной продукции в межсезонье. Президент предлагал построить больше теплиц, чтобы весь год можно было обеспечивать белорусов своими овощами. Высокий градус. У бобручанина ликвидировали полтонны спирта. Сотрудники милиции задержали 57-летнего водителя «Фольцвагена». В багажнике обнаружили 100 литров этилового спирта. Сопроводительных документов на груз не имелось. Мужчина будет привлечен к административной ответственности согласно действующего законодательства Республики Беларусь. После осмотра места жительства было найдено еще 40 канистр. Всего было изъято горячительного напитка на 12,5 тысяч рублей. Новое правило – праздничный релакс и укол здоровья. Белорусские ученые трудятся над отечественной вакциной от гриппа. Когда ждать первую партию? Громкие заголовки дня далее в специальном обзоре. За 11 месяцев ВВП Республики вырос на 3,8%. Объем – 198 миллиардов рублей. Главным двигателем остается промышленный сектор. Не отстают торговля и строительство. Показатели экспорта на 11-летнем максимуме. Эффективная работа экономики увеличила рост реальных доходов населения на 6%. Зарплаты прибавили почти 11 пенсий. По возрасту более чем на 12. Около 6 миллионов иностранных туристов приняла Беларусь за 2023-й. География насчитывает 85 государств. Среднее время пребывания в Синеокой – 5 дней. Самый горячий сезон в преддверии новогодних праздников. Путешественники приезжают не только за покупками, но и для экскурсий. Только за 7 месяцев доход от туруслуг превысил 116 миллионов долларов. Белорусские ученые трудятся над отечественной вакциной от гриппа. Препарат 4-х валентный будет содержать в себе несколько штаммов. В планах специалистов завершить работы в 2024-м. После начнется процесс адаптации промышленного производства. Также ведется разработка универсальной платформы для создания различных уколов здоровья на основе аденовирусов. С нового года частные дома-интернаты должны получить лицензию на деятельность. Сейчас таких не госучреждений в Беларуси около 30. Документы будут выдавать местные органы власти. Они же займутся оперативным контролем работы пансионатов. Оформить разрешение необходимо до октября 2024-го. Минтруда напомнила, как белорусы будут работать и отдыхать в декабре. 25-го числа – католическое Рождество. Эта дата признана официальным выходным. Кроме того, утвержден график учреждений здравоохранения 23-го, 30-го и 6-го числа, как субботний день. 24-го, 31-го – выходные. 25-го, 1-го, 2-го и 7-го – праздничные. Несмотря на приближающийся уикенд, в стране будет обеспечена непрерывность лечебного процесса. Традиционно службы скорой медпомощи трудятся в режиме повышенной готовности. Последние штрихи. Детский сад в Киселевичах почти готов. Внутри современного трехэтажного здания с комфортом располагается 12 групп на 230 мест для ребят от 2 до 6 лет. Стены уже пестрят забавными персонажами. Также на площади более 6 тысяч квадратных метров разместятся гимнастические и актовые залы, комнаты для кружков и психологической разгрузки из-за студии. Проведены общестроительные работы по монтажу дверей, стяжек, полов, паркерное покрытие, штукатурка стен, шпаклевка, покраска, потолки, светильники, электрика, сантехника. Строительство социально значимого объекта, напомним, началось летом 2023-го. И уже совсем скоро новый детский сад наполнится счастливым смехом ребятни. Чтобы подарок был готов вовремя, работы ведутся круглосуточно. В Бобруйске официально закрылся третий трудовой семестр. Студотряды работали не покладая рук. Молодая и активная молодежь не ограничилась рамками города. О том, как это было, Юлия Вернер. Делу время, потехе час. Трудовой семестр 2023-го выдался насыщенным и богатым на события. На передовую вышли 846 молодых и энергичных. В городе было сформировано 85 студенческих отрядов. Участники активно работали не только на благо Бобруйска, но и всей Беларуси. Юные бойцы получили новые ценные навыки и море положительных эмоций. Молодежи, конечно же, очень нравится работать в летний период. Это возможность получить заработную плату, это возможность обрести новых друзей, возможность прокачать себя и получить опыт не только в своей будущей профессии, но и приобрести какой-либо новый опыт в той или иной сфере. Впереди планеты всей. География работ поражает воображение. Бобруйский, Кировский и Кличевский районы также оказались в поле зрения у юных тружеников. Молодые активисты добрались буквально до другого конца республики. Подростки успели приложить руку к строительству атомной электростанции в Островце. Спасибо большое за то, что дали такую возможность поработать, познакомиться с очень многими ребятами. Приобрел очень много друзей. Очень замечательно все было, и было возможно даже получить хорошую зарплату. Во-первых, мне хотелось поблагодарить сам БРСМ и организацию моего колледжа, что предоставили возможность побывать на таком масштабном проекте на самой атомной электростанции. И да, мне очень понравилось находиться там. Тот коллектив, те впечатления были очень хорошими для меня. Научился я много новому, и этот опыт был для меня бесценен. Яркая молодежь. Студотряды колледжей проявили себя во всей красе. Ребята организовали обширную творческую программу. Бойцы показали видеовизитки, где рассказали о своей деятельности и успехах. После концерт. Молодые и креативные удивляли своими талантами. Песни, танцы, юморески и даже настоящий показ мод. Зрители жюри зарядились положительными эмоциями на год вперед. Такая работа дает нам возможность научиться чему-то новому, увидеть что-то новое. Также, может быть, решить, куда нам идти в дальнейшем. Найти, может быть, даже какие-то связи. Новый год – новые достижения. 2024-й откроет для молодых тружеников еще больше перспектив и горизонтов. Город может гордиться подрастающим поколением. Будущее Беларуси в надежных руках. Юлия Вернер, Станислав Чичерин, Бобруйск, 360. По льду к победе. Динамо Шинник вернулся на домашнюю арену. Команда «Бобров» активно готовится к играм на Бобруйск-арене. Уже 23 декабря в 19.30 черно-синие встретятся в ледяной схватке с капитаном из российского Ступина. А 25 числа в 17 часов – матч с Академией Михайлова из Тулы. К слову, Динамо Шинник сейчас занимает третью позицию в серебряном дивизионе западной конференции. Очень ждут поддержки на трибунах. Мы очень ждем, что наши болельщики соскучились по хорошему хоккею и по нашей команде. Билеты на матчи можно приобрести в кассе или на сайте Бобруйск-арены. Стоимость от 3 до 7 рублей. Это все из событий к этой минуте. Смотрите нас в интернете и в соцсетях. Мы в эфире каждый будний вечер. Счастливо! Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»